Добрый день уважаемые рыболовы! У нас очередная распаковка посылки прибывшей из Ф-магазина. Давайте посмотрим, что здесь пришло Резина У нас присутствует чек на товар. Выскочили три пачки резины. Это от Кейтек Твистеры. Выпустили не новинку. Наконец-то Твистеры. Они имеют такой развоенный хвост. Твистер называется, если правильно прочитаю, Flapper Grab. 4 дюйма 10 сантиметров. Значит здесь у нас это Watermelon цвет. А ближе поднеси их. Вот здесь они. 7 штук в упаковке. Потом тоже 4 дюйма. Всем нравится цвет граппы. Знаете, как варенье сливовое. Да-да-да, только виноград. А, виноградное. Переводится граппа. Ну, граппа вообще итальянская крепкая лодка. Может... Ну, этот цвет сейчас... Ну, наверное, из винограда, потому что... Рыбаки прям любят. Красиво. Ну, рыба, наверное, тоже. Так. И... Третья тоже Твистеры. Это тоже 4 дюймовый Твистер Green Pumping PP. Ну, это вот основные такие рабочие цвета. Хотя они все, в принципе, цвета буринка. Так хорошие. Вот. 7 штук в упаковке. Вот такая резина пришла. Далее. Далее. Под запасы. Уже старший рабочий шнур. Сиглон. Оранжевый. Четырехжилка. Оранжевый. Красивый. Четырехжилка это... Ну, а четырехжилка, она более абразивоустойчива. Но летит, конечно, не так далеко. По Японии 0,5. На разрыв 3,3 килограмма заявляет нам с онлайн. Ну, шнур проверенный. Долго он, конечно, не служит. Звезд с неба не хватает. Но это цена-качество здесь великолепно сочетается. Вот такой. Так. Что еще? Так. Если воблеры показать, то это... Ух ты какой. Кубикс. Вообще, как такое можно было придумать? Форму воблера. А это придумал... Придумал Константин Кузьмин. Как как? Константин Кузьмин. Это наш... Мой ровесник, кстати. Очень известный рыболов. Спиннингист. Да, основатель современного спиннинга. Он здесь проявил, с одной стороны, чувство юмора, а с другой стороны... Творчество. Греки. Да, потому что... Когда-то тоже не хотели ловить квадратными, такими угловатыми мармышками. Они оказались очень уловистыми. Особенно течение, когда их... Но и тут тоже. Тут есть мысль, кроме юмора. Поэтому кубикс на него уже ловят. А ты ловил? Довольно успешно. У меня это первый кубикс. Креативно придумано. Да. Далее. Вот. Значит, вообще... Вот пока он ищет, я вам покажу, посмотрите. Написано Константин Кузьмин. Ну, это класс. Уже ставший популярный. У меня есть они уже довольно много, но я взял их за цвет. Это Страйк ПРО. А вот этот ты же не покажу? Да покажу еще. Страйк ПРО Крэмки 40С. Тонущий. Интересная окраска. Тонущий. 5,3 грамма. Медленно тонет и отлично ловит головля. Да. Особенно я обожаю этот цвет. А спинку покажу? Угу. Красивый. Этот цвет прям безумно хороший. Да. У Страйк ПРО. Ну и вот этот вот воблер. Свит Крэмк от Церубита. 38 ФССР. Менджер по упаковке. Ну, этот цвет тоже хороший очень. Называется он бензин. Он переливается. Да. И он еще и очень уловистый этот цвет. Он так не видно. Не так красиво видно. Камеру как. Ну и теперь мы переходим непосредственно к моему любимому железу. Итак. Самая известная и самая здесь дорогая блесна от фирмы АКМЕ. Американской. Видите, на канадской. Ух ты! С каким хвостиком. Трофи. 21 грамм. Пошевели немножко. Прогонистая блесна. Красивая. Маленькая. Тяжеленькая. А из чего этот хвостик? Он, наверное, натуральный. Я думаю, у меня из кожи шерсти. Практически уверен. И одинарный. Это как это называется? Муха. Мы ее в своем молодости звали Бородками. Сейчас мы ее назовем стример. Вот это стример. Еще Бородками. Мухами звали. У меня была, есть она, как джиговая колебалка я ее использую. То есть по дну. Но она и на жереху по поверхности, и пелагически. Очень такая приятная. Она одинаковая. По форме она тоже будет. По форме она тоже будет. По форме она тоже будет. А цвет разный. Но если вы хотите действительно удивиться, то вот. Хвостик мне понравился. Как он называется еще раз? Стример. Стример. Удивляет вот эта штука. Это блесна от компании Русской блесны. Русская блесна. Это можно как брелочек найти. Да. Это блесна краски медь 14 грамм. Называется пеликан. Здесь выгра града. Покажите, пожалуйста. Данная блесна, компания Русская блесна можно уже предъявлять как предмет искусства. И даже их коллекционировать. Почему? Потому что есть гравировка. Есть уже те вещи, которые присутствуют каким-то украшением. Да. Каким-то предметом. Не просто. Кусок железа. Да. Угу. Далее. Вот эта блесна, всем хорошо известная, атом от компании Абу Гарсия. Вот он. Мой папа оторвал на прошлой рыбалке. Такой же. Даже вот была латунная коронка еще круче была. И я тут же вот на лове, тут же приобрел. Вот он у нас 20 граммов. Красивая. Да. Блесна такая вот. Ну красивая. Еще однако блесна я даже открывать не буду. Хотя. Вот это тоже. Лидер называется. Она конечно больше суда. Как она интересна. Какая коробочка. Ну посмотрите. Тут нету крючка, да? Ну так в принципе и задумываю. Зато вот что есть. Тут блесна нарисована суда. Нарисован гравировка. И с этой стороны. Это можно. Это можно. Это можно. Это можно. Это можно использовать там вот. на сумочку. Поехать. Но тяжелая. Сколько граммов? Гравировка. Да. Лидер у нас 24 грамма. Ознастить ее тройниками. Огнеровскими. Красными желательно. И будет просто огонь. А я ее верх ногами показываю. Вот так нужно. Красота. Значит. Еще одна. Не менее знаменитая форма. Атом 18-граммовый. Тоже от русской блесны. Очень изящная. Все идут знают. Поверь мне Бога. Лавливали мы на них. Перелавливали. Тоже с гравировками. Очень красивая. Очень красивая. Атом 27 граммовый. Вернее что я говорю. 18 граммовый. Она такая прям как рыбка. Вот это блесна легенда. Мы ими ловили все. Все ребята ловили только эти блесны. Вот. Ну а от русской блесны он исполнен уже более так сказать презентабельно. Ну и не менее популярная блесна. У нас на реке так пожалуй самая популярная. Сколько я их потерял. Сколько я их оторвал. Ну вот уже теперь решил от русской блесны приобрести любимицу. Черноспинку. Просто черноспинка. Просто черноспинка. Поэтому я ее знаю. Поэтому я ее знаю. Она немножко другая была раньше. Да. Такая она и была. Ну да. Немножко мне кажется подробнее. Поуже может быть. Да уже. И может быть потяжелее. Это черная немножко не так было. Более плавно что ли. Ну в любом случае это черноспинка. Она у нас проверена. Ловились на них крупные щуки. Особенно она когда осыпется. Это просто огонь. От русской блесны опять же. Красиво. Так же еще одну я взял. В прошлом заказе брал. И еще взял. Но мне вот уж очень нравится. Вот эта вот блесна. Делфин. 17 грамм. Золото-серебро. Интересная форма такая. Форма да. Интересная. Она очень хорошо играет. Толща воды. Верх золотой. А нет. Половина бог. Половина бога. Ага. Половина серебряная. Но это уловица. И тоже там рыбка. Полевой рыбе. Вот как голова рыбки. Да. Вот она. Красивая. Русская блесна. Они все как произведение искусства. с гравировка. Они и ловят его. Конечно. Вот она. Красивая. Очень. Ой. Уронила. Хорошо, что она железная. Хорошо, что не стеклянную стол. Да. И завершает уже показ русских блесен. Это, вернее, это уже не русская блесна. Это производство компании Pantone 21. Блесна вот понравилась, я ее потерял. Очень уже ловистая. Семплиора она называется. Вот такая прогонистая. Как будто бы покрыта. Прогонистая, да. Камешками. И тоже есть вот гравировка. То, что 18 грамм. Семплиора. Она шершавая, да? Да. Красивая. Вот такой вот. Но она действительно тоже ловистая. С другой стороны. Ну дальше. Вот она. И завершает обзор подарок. Спасибо F-магазину за подарочек. Спасибо F-магазин. Дело в том, что это от Константина Кузьмина. Там написано. Ух ты. Да. Разработка с Касадакой. Зеленый Китаец. Он называется. Или Легенда. В 90-м исполнении. То есть 90 миллиметров. Зеленый Китаец. У меня он желтый. В окраске шпрота. В окраске шпрота. Я взял себе. Вот. Это идет как подарок. 90F. 11 грамм. Красиво. Очень приятно. Я только сейчас его приобрел. Не было у меня. Ну вот. Говорят очень даже неплохо. Хорошо, когда можно осуществить свою мечту с подарками от F-магазина. Да. На этом обзор закончен. Спасибо. До свидания.